Надо сказать, что в этом году, в отопительный сезон, и именно по социальной сфере мы входим на неделю раньше. Погодные условия резко из теплого температурного режима, прям комфортно теплого температурного режима, или можно сказать, бабье лето, резко перешли на такие температурный режим, когда по ночам уже 2, 3 и до 1 градуса. Поэтому было принято решение вчера, уже прям с утра, когда проанализировали температурный режим в наших детских учреждениях, в школах, детских садах, за воскресенье произошло понижение, и мы подошли, так сказать, к границе, когда дети имеют возможность комфортно находиться в школах. Уже вчера было прохладно в школах, надо честно признать, поэтому с утра было принято решение о заполнении системы подачи теплоносителя уже на этой неделе. Вчера было подписано постановление распоряжения МНОЭ, передано в ПАУТ и Плюс. В течение дня мы с ними уже отработали систему подачи отопления во все детские учреждения города и района. Со стороны ПАУТ и Плюс подача начнется с завтрашнего дня заполнения. Мы, как правило, по схеме идем с новых микрорайонов. Сегодня в первую очередь будет подан теплоноситель в роддом и перинатальный центр. Это номер один задачи. Уже с утра мы с Решетневым на эту тему проговорили. Все распоряжения даны были вчера еще. По тем школам и детским садам, которые находятся у нас в районе, где есть автономные газовые котельные и есть у нас еще и электрические котлы. По электрическим котлам были запущены отопления уже вчера. По газовым котелям сегодня запускаются в обязательном порядке все. Надо сказать, что в этот отопительный сезон, в силу того, что компания техсервис прекратила и отказалась полностью обслуживать ряд сельских котельных, это у нас Ивановка, это Быковотрог, Маянка, Новополиводина и три дома в третьем ГЭМе к районе. Вот кроме третьего ГЭМ, все четыре села, имущество у нас было передано в хозведение в обслуживание водоканала. Водоканал сейчас защитил, защищает тариф, все документы поданы. И подает, также будет подавать тепло в соответствующие учреждения, находящиеся в Быковотроге, Маянке, Ивановке. В Ивановке есть еще несколько домов жилого сектора. Мы помним, как они, там достаточно старая котельная. Люди, особенно в позапрошлом году, сильно подмерзали. В прошлом мы постарались все-таки вытянуть, но были вопросы, позапрошлая, особенно зима. Поэтому в этом году это зона ответственности водоканала. За летний период времени они максимально провели полностью техническое обслуживание всех котлов и всех систем. Надеюсь, что этот отопительный сезон мы и войдем, и пройдем по данным учреждениям без особых проблем. Теперь по третьему ГЭМе к району, трем домам. Это отдельный, конечно, проект, отдельная граница ответственности в силу того, что компания «Теплый дом», которая передала в обслуживание котельную техсервису, в начале года, вернее, в апреле месяца сказали о том, что они прекращают, вернее, этот техсервис, как обслуживающая организация, прекращает подачу теплоносителя, но вывод котельной обязан в соответствии с соответствующими требованиями проводить компанию собственной котельной, то бишь «Теплый дом». С ее стороны никаких действий с стороны «Теплого дома» не было сделано. Надо отметить, что вывод котельной происходит за 7 месяцев или в течение 7 месяцев. Если это начало отопительного сезона, то компания подает документы, и весь отопительный сезон полностью отвечает и отапливает соответствующие дома. Но выводится она только после того, когда пройдет все процедуры выхода из реестра гарантирующих поступщиков тепла и горячего водоснабжения. Компании «Теплый дом» данные процедуры сделаны не были. Мы с своей стороны пытались их уговаривать практически все лето. Мало того, даже пошли на переговоры о приобретении этой котельной. В сентябре месяце, где-то сентябрь месяц, середина сентября, они сказали, да, мы готовы вам продать эту котельную. Буквально недавно выясняется, мы начали делать процедуры, причем делали параллельно две процедуры. С одной стороны, мы делали проекты по ИТП, когда компания «Пауэлты Плюс» в конце июня, начало июля, сказали, что мы не сможем финансировать три ИТП для трех домов. Хотя в мае месяце, честно могу сказать, они нас обнадежили, потому как 60 с лишним миллионов рублей, которые были вложены в магистральную сетку по улице Волжской для домов обманутых дольщиков, завели также в эти три дома и оставили. Честно сказать, даже в чистой экономике непонятно, зачем было делать такие вложения, если компания не готова ставить ИТП. Ну, в общем, то хотим, то не можем, вакуум в конечном итоге. Мы за июль, за август, за свой счет с поддержкой депутатов, изготовили три проекта на каждый дом по установке ИТП на каждый дом и с подачей центрального отопления, и, естественно, с ГВС. У нас были и есть проекты уже с экспертизой. В сентябре месяце у нас проходит большая встреча, на которой обсуждались вопросы входа в отопительный сезон 19-20. Обсуждались предложенные нам были варианты альткотельной, на которую мы не ответили. И сказали, что это только в рамках публичного обсуждения, но в том числе обсуждались и вопросы замены магистральных трубопроводов, внутриквартальных трубопроводов и обратных трубопроводов, которые находятся в том числе и в зоне ответственности Балаковскому муниципальному району. Мы им сказали, что 16 километров сетей, которые до последнего момента не были оформлены, мы их все оформили. То есть у нас неоформленных сетей, тепловых сетей и внутриквартальных практически нет. Также за этот год мы все-таки несколько домов по обратному горячей водоснабжению работой провели. Это в том числе и степная 54-56. Это давнишние такие дома, по которым мы все-таки постарались в этом году сделать обратную подачу. Посмотрим, какой будет эффект. И у нас уже есть определенный план на несколько домов в следующую весну-летнюю. Третий Г. На сентябрьской встрече все-таки компания после этой встречи, вернее, московские руководители отзваниваются и говорят, «Нет, мы все-таки приняли решение, давайте нам проекты, мы за свой счет, на самом деле это нецелесообразно, мы за свой счет поставим ИТП». Ну, вполне логично. Естественно, мы согласились, отдали наши проекты с экспертизой по данным трем домам. На сегодняшний день уже начнутся работы в подвалах данных трех домов. Данный вопрос мы обсуждали и вчера вечером с решетнем, и с компанией-подрядчиком. По всей видимости, это будет компания «Монолит», подрядчик со стороны ПАУТ и ПЛЮС в выполнении монтажа этих работ. Ну, в общем, надеемся, что без рисков для жителей, без, так сказать, замерзания, хотя я уже могу сейчас извиниться перед жителями данных трех домов за то, что вот эта двойственность со стороны и теплого дома, и ПАУТ и ПЛЮС, конечно, привела к тому, что люди все лето были без горячего водоснабжения. Это уже огромный дискомфорт для жителей. Но самая главная задача, которую мы перед собой ставим, это войти со всеми тремя домами в отопительный сезон ЦИВО и горячего водоснабжения. Сейчас все решения приняты, и совместной работой со стороны администрации и со стороны ПАУТ и ПЛЮС и подрядной организации мы работы все проведем. По срокам пока рано говорить? Ну, наверное, сроки рано говорить, на самом деле. Первая задача – это ЦИВО. Думаю, что до конца следующей недели мы поставим полностью, так сказать, систему, которая подаст в первую очередь отопление. И с определенным регламентом 2-2, наверное, плюс 3 недели уже будут доработаны горячего водоснабжения. А что это за дома? Как там отопили в том году? В том году они отапливались очень комфортно от автономной котельной компании «Теплый дом», которая находится в непосредственной близости. А здесь чем компания отказалась? Это уже невыгодно? Да, объяснили тем, что это невыгодно. Скажите, а по городу традиционно 15 октября будет дано отопление или тоже раньше? Нет, здесь есть свои требования по пониженной температуре. Я думаю, что мы будем подавать раньше. Раньше? Да. Показните, пожалуйста, мне, как несведущему человеку, вот эти функции техсервиса. В чем они заключаются? Техсервис был как компания, которая теплоподающая, гарантирующая, поставщик тепла. Она брала в аренду сети. Но они что-то использовали? Вольные, там, ЦПП? Нет, они использовали, если говорить про третье Г, это была в аренде у них котельная теплого дома, на три дома. Теплый дом – это компания-собственник этой котельной. Но она находится в Энгельсе, в Саратове, не знаю, где у них, в их офис основной. Они как собственник входили, потому что на тот момент, когда строились дома на месте бывших лопятников, там не было никаких магистральных сетей. Поэтому было лет пять назад принято решение поставить вот такую автономную котельную. Но то ли с тарифом у них что-то не сложилось за горячее водоснабжение. Еще в зимний период времени они отапливали, на летний период времени, как правило, они ее останавливали. Потому что говорили, нам это невыгодно, и мы от подачи горячего водоснабжения, только горячего водоснабжения для отливых драмов, получаем для себя убыток. А техсервисы что сделали? Техсервисы, собственно, уже будут. Александр Александрович, а есть информация о том, что техсервис и Теплодом уведомляли администрацию прекращения теплоснабжения и обслуживания котельных в осень того года. И есть письмо, согласованное Балкову. Правильно. Я почему акценты сделал, что техсервис говорил, но это обслуживающая организация, о том, что он приостановит подачу тепла. Но техсервис является компанией, обслуживающей, не собственником. Да, такое письмо есть, но нет ни одного письма от собственника котельной теплого дома. Мы, что называется, по молекулам тоже разбирали, и почему это глубоко тоже понимаю, потому что прокуратура идет, ну, так сказать, следит за этой ситуацией более требовательно и жестко. Я вместе с Теплым Домом, представителем Теплого Дома, собственников там не был, вместе с представителем Теплого Дома был две недели назад в областной прокуратуре, где вместе с представителем Минжикаха мы показали все документы. Да, письмо от техсервиса было, но техсервис – это обслуживающая организация, а не собственник котельной, которая должна провести все процедуры вывода котельной из реестра. Техсервис уведомил нас, но ни одного, еще раз говорю, документа и вывода котельной как гарантирующего поставщика тепла и горячего водоснабжения не было. Ни нам, ни в КГРТ, в комиссию по регулированию по тарифам, где бы однозначно пришел документ, который говорит, у вас фактически нет этой котельной. То есть не физически она может существовать, а фактически как поставщик тепла она у вас отсутствует. У нас таких документов не было ни одного. Уведомительное письмо было, но не более того. Отрицать не буду. Еще один вопрос. Говорят жильцы сами, что в одном из домов не совпадает точка ввода с центральным теплооснабжением. То есть по проекту она по-другому предполагалась. Вот ваш проект, так ли это раз? И ваш проект предполагает перенос этой точки ввода от ПАО Т-плюс взамен, то есть элеватором узла, или что там у них находится на данный момент? То есть я так понимаю, просто она в другом подъезде находится, нежели чем сейчас Т-плюс. Нет, там было просто таким образом сделано, что дома шли, что называется, по порядку, стоят по порядку. Подача теплоносителя от котельной, которая находится с торца одного из домов, шла последовательно. Логично. В один дом, потом второй дом и третий дом. Компания ПАО Т-плюс, и на тот момент, когда возглавлял господин Струков, когда они сделали проект, мы ему уже сразу говорили, заведите Христораде проект, переделайте проект, тем более, что это не требовалось каких-то больших вложений. По волжской, по строительной, извиняюсь, по строительной, и зайдите также со стороны так называемой тепловой котельной, чтобы у вас такая же была последовательность, как уже имеется. Не надо делать, как говорится, шиворот на выворот. И не надо было тогда поднимать весь двор, вот это все разворачивать. То есть, зашли бы туда же, где входит труба от теплого дома, от котельной теплого дома, и все. Но вот почему-то у них проект был такой, что вот только через двор разводка фактически не в начало подачи теплоносителя в доме, а в конец. И, конечно же, сейчас надо полностью всю систему разворачивать, делать узел тепловой там, где идет вход уже центрального отопления от ПАУТА+. То есть, это проект предусмотрено часто? Да, конечно, конечно, конечно. Потому что проект не просто был согласован, он прошел экспертизу, хотя сам ЭТП это, в принципе, коробочное решение. Там нет ничего сложного в самом ЭТП, но вот в подводах и отводах, да, здесь требуется уже привязка непосредственно к дому или для дома. И вчера мы эту схему разбирали еще раз, вот, ну, да, мне тоже до сегодняшнего дня так и непонятно, зачем компания ПАУТА+. Плюс тогда, два года назад, когда заводила магистралку, во-первых, а почему не завела ее по Волжской, по логике, почему завела вот через весь двор ее там ворвала. И сейчас сама для себя делает определенные сложности для реализации подключения этого ЭТП. Ну, что называется, сейчас наша основная задача, все комплектующие уже имеются для подачи ЦО у компании Danfoss и для горячего водоснабжения. Еще раз хочу подчеркнуть, с сегодняшнего дня компания Monolith вместе с ПАУТА+, плюс мы, потому что нам требуется тоже ряд вопросов, которые нам делать, нам осуществлять и помогать, будем разворачивать эту систему. А теплый дом куда заводила на неделю? Теплый дом, эта котельная будет стоять, мы с своей стороны сейчас подадим все документы в УФАС, потому что они нарушили все сроки и правоостановляющие документы о выводе котельной. То есть как-то она останется, просто она будет использована? Это уже право собственника, они собственники, что они будут с этим делать, это их право. Мы оставляем за собой право и будем входить в УФАС о том, что они недолжным образом выводят котельную. Еще вопрос. Получается, Вы озвучили, что Водоканал берет на себя, грубо говоря, весь неликвид, что там получился, да, по итогу года обслуживания. Это не конкурсная, я так понимаю, процедура, да, просто они зашли и все. И второй, относящийся к ним вопрос. Они уже лицензировались, подготовили все документы и готовы обеспечить поставку как в село технического обслуживания производителя, так и здесь? Или это через какой-то срок только начнется у них? Нет, 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 зачем? Это начнется с сегодняшнего дня и все. Первое, это 16,3 километра бесхозных сетей. Это первый участок, который мы, как муниципалитет, оформили. И эти трубы находятся в казне Водоканалу, переданной на техническое обслуживание. Водоканал защитил тариф в том тарифе, который есть для каждого потребителя. Конечно, там небольшая сумма, порядка 100 рублей за гигакалорий, будет ему возмещаться компанией ПАУТ и Плюс за обслуживание этих сетей. То есть мы постарались здесь, что называется, навести порядок. А, оформили сети, Б, защитили тариф, по которому будет возмещение порядка 100 рублей за поданную гигакалорию через данные сети для его содержания. То есть Водоканал здесь будет иметь определенные средства в рамках уже существующего тарифа, утвержденного от компании ПАУТ и Плюс, на содержание этих сетей. Это первое. Это 16 километров сетей, которые не были оформлены. Второй вопрос. Это те котельные, которые обслуживались в свое время компанией техсервис. Им были переданы со стороны муниципалитета, несколько лет назад были переданы эти котельные в обслуживание. И у нас каждый год запуск тепла в этих котельных был очень болезненный. Очень болезненный. Ну а в конечном итоге весной и летом, когда техсервис сказал, я и 3-й Г перестану обслуживать, обслуживать. Это не его котельные. И существуют все 4 села, я тоже перестану обслуживать. Хотя тариф, он был выше защищен компанией техсервис, чем у ПАУТ и Плюс. Если у ПАУТ и Плюс был примерно 1680, то у техсервиса тариф был от 1800 до 1900. Непонятно, почему это стало невыгодно. Ну что ж. Лет 5-6 назад с такой помпой в некоторых селах открывали пилетные котельные. Они обслуживали объекты соцсферы. То есть школы, по-моему, ДК, культуры. И очень все говорили о том, что это экономно, все круто. Но я сейчас точно знаю, что эти котельные не работают и там не запустились. Вы в курсе, что с ними, какая судьба? Да, в курсе этих пилетных котлов. И один из котлов мы хотели спустить. Это в селе Комсомольская школа вместе с детским садом. Но пытались разобраться с собственником. Котельные на самом деле стоят. Эти огромные бочки для накопления пилетов тоже есть. Они, в принципе, технически готовы к пуску. Но компания-поставщик этих котельных то ли разорилась, то ли что-то у нее там произошло. Она находилась в процедуре банкротства. В общем, в силу каких-то сложных причин, эти котельные не были окончательно переданы по документам. Соответственно, на них не был защищен тариф. И даже там, в принципе, тариф-то и не нужен был. Но не было официально законченной передачи. То есть, по факту, это не муниципальное имущество? Нет, нет, не муниципальное имущество. И вы не обязаны его хранить? Нет, нет. В принципе, его можно убрать и все. Тем более, что в селе Комсомольское в непосредственной близости проходит газовая труба. И, конечно, логично, ну не знаю, с каких времен, я не могу тут как-то судить, с каких времен труба проходит. Практически в непосредственной близости к тому же самому детскому садику и к школе, где можно автономно поставить котельную. Мы в этом году в двух сельских школах, вот вчера Малобыковки были, наблюдали, когда идет уже монтаж котельной для школы и для детского сада. Буквально сегодня они уже... Запускается школа, в любом случае сейчас по старой схеме, чтобы не усложнять температуру на режим в школе, а уже буквально завтра-послезавтра там три объекта, школа, столовая и детский сад запускаются по очереди. Запускаются по очереди. Хорошие котельные наружного применения, котлы наружного применения, они уже отработаны. Мы посмотрели работу этих котлов в Матвеевке, в клубе, на протяжении четырех лет. В принципе, хорошо себя ведут. Каких-то сбоев больших нет. Эффективность котельная очень хорошая. Поэтому надеемся, что вот такие котельные, где или на электрические отапливаются, это баснословные деньги уходят на отопление, поэтому мы, в первую очередь, их будем заменять. Еще таких несколько осталось в селах. Ну и, в принципе, вот в этом году два одесских садика, которые строятся по национальному проекту на 160, на 120 мест. Они у нас идут с автономными котельными газовыми. И произошло это достаточно неожиданно, когда мы заявились с замочностью в ПАУТ и Плюс, то стоимость, которая нам была предложена только за подключение, за мощность, она условно в два раза превышала установку котельных. Поэтому мы оперативно внесли корректировку в проект и заложили там автономный котельный газовый. То есть центральное отопление в этих садах не было? Нет. А вот у жителей 3-й сады? Мы посмотрим, как это будет. Ну, в любом случае, из опыта сельских школ, извиняюсь, мы наблюдаем, что это, во-первых, полная автономность, во-вторых, совершенно другой тепловой режим. Руководитель школы, ответственные сотрудники школы и детского садика могут спокойно регулировать его. Ну и не менее важно, это, конечно, затратная часть. Затратная часть как минимум в два раза дешевле, чем от центрального теплоснабжения. Вот опыт такой показывает. В 3-м Г тариф будет меньше, чем у жителей, у которых нет своих ЭТП? Или там побольше будут платить за отопление? В 3-м Г тариф будет точно такой же, как и у всего населения жителей города Балакова. Хотя в мае месяце было предложено о том, что тариф будет дешевле. У нас есть документы, о том, что прокладывается дешевле. Потом на встречу в мае месяце, то есть, когда у теплого дома или у техсервиса, вернее, так правильно сказать, тариф был там 1800, то ПАО Т-плюс предложил тариф 1300, практически как магистральный. Но в последующем, на встречу в мае месяце, говорили, что если жители согласятся на ЭТП, то, естественно, компанию надо возместить. Поэтому тариф будет не магистральный, а такой, как у всего населения. Продолжение следует...